Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим рыбу с помидорами. Для приготовления нам потребуется 400 грамм рыбного филе. Я взяла филе трески, можно использовать другую рыбу. 250 грамм помидоров, у меня получилось 2 средние помидорки. Лук 120 грамм, 80 грамм майонеза, при желании майонез можно заменить на сметану. Долька чеснока, подсолнечное масло и соль. В чашу мультиварки наливаем 2 столовые ложки масла. Выкладываем лук, порезанный полукольцами. На подушку из лука выкладываем рыбу. Рыбу порезала не очень крупными кусочками. У меня филе, но с кожей. Выкладываем аккуратно поверх лука. Сверху рыбу слегка присолим, пол чайной ложки будет достаточно. Помидоры нарезаем дольками и выкладываем поверх рыбы. Сверху помидоры посыпаем чесноком. Чеснок просто порезать. Сверху помидоры поливаем майонезом. У меня майонез домашний, на яйце. Можно использовать и покупной. При желании майонез можно заменить на сметану, но в сметану обязательно добавьте хотя бы горчицу. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на ручном режиме. Можно готовить на режиме выпечка при температуре 130 градусов 40 минут. На режиме выпечка готовим тоже 40 минут. Время истекло. Вот такая рыбка с помидорами получилась. За это время ничего не пригорело. Все успело приготовиться. Эта рыбка отлично сочетается со многими гарнирами. Гречневая каша, отварной рис или картофельное пюре. Второй рецепт. И приготовим рыбу с помидорами и маслинами в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 500 грамм рыбы. Я взяла горбушу, подойдет любая рыба. 300 грамм помидоров, 70 грамм маслин или оливок, небольшая луковица весом 80 грамм, 70 грамм сметаны, долька чеснока, смесь перцев, подсолнечное масло, соль и вода. В чашу мультиварки наливаем 2-3 столовые ложки масла. Выбираем меню. Режим жарка. Ждем 2 минуты, чтобы масло успело нагреться. При закрытой крышке масло нагреется быстрее. Масло нагрелось. Отправляем обжариваться лук и чеснок. Буквально через 2 минуты добавляем помидоры, крупно порезанные. Помидоры обжариваем вместе с луками и чесноком буквально 2 минуты. То есть слегка их прижариваем. Прошло 2 минуты. Отключаем режим жарка. Добавляем кусочки рыбы. Кусочки не очень толсто порезаны. Буквально тут 1,5 см толщину. Желательно рыбу выкладывать в один слой. Сверху выкладываем маслины. При желании их можно разрезать наполовинке. Слегка присаливаем рыбу сверху. Неполная чайная ложка без горки. 1 треть чайной ложки смеси перцев или любая специя по вкусу. И наливаем сверху 80 мл горячей воды. Сметану добавим в самом конце. Пока ничего не перемешиваем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить можно на режиме тушения 50 минут или на режиме мультиповар. Ручной режим. Свой рецепт при температуре 110 градусов 40 минут. Чтобы рыба на кости успела приготовиться. Время истекло. Рыба готова. Теперь добавляем сметану. Аккуратно все перемешиваем. И оставляем на подогреве или просто при закрытой крышке мультиварки минут на 5. Кусочки остаются целыми. При этом сейчас они пропитаются сметаной и будут более сливочного вкуса. И так все перемешала. Закрываю крышку. Вот такая очень нежная, сочная рыба с очень вкусной подливой получилась. Быстро, просто и очень вкусно. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!